Здравствуйте, дорогие наши любители анекдотов! Мы очень рады, что вы с нами, мы очень рады, что вы пишете нам, мы их читаем, ваши комментарии, любуемся вашими лайками, пишите нам, делитесь нашим видео с другими, смейтесь на здоровье и будьте здоровы! Поручик Ржевский, а вы не пробовали относиться к людям так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам? Я не понял, а что, теперь должен всем сосать, что ли? Не, Валерчик, у меня жена нормальный человек, ну ты знаешь, с уважением все к ней относятся, она такая умненькая в миру, она симпатичная, конечно же, даже очень, но вот когда она поет, я сразу выбегаю на улицу, чтобы соседи не подумали, что я ее бью. Привет, киска! Фу, я не люблю кошек, не называй меня так. А, а собак любишь? А, собак люблю. Ну, привет, сучка! Мужики, дачники построили свои дачи на берегу прекрасного озера. Ну и один сосед утречком просыпается, смотрит у соседа на территории здоровенный корт. Он думает, ничего себе, а когда же он его успел построить? Вчера еще не было. Он зовет соседа, говорит, а как тебе так это удалось? Он говорит, да вон, в озере поймал золотую рыбку, загадал желание, вот, получил. Этот бежит быстренько к озеру, бросает удочку, тут же ловит золотую рыбку. Говорит, ну, золотая рыбка, хочу много баксов. Он говорит, говори громче тут, что громче, она глуховатая. Говорит, хочу много баксов, золотая рыбка. Тут раз, бух-бух-бух, как навалятся факсы эти. Он смотришь, говорит, зачем мне эти факсы? Говорит, я же тебе говорил, говори громче, она глуховатая. Ты думаешь, я большой теннис спросил? Фира, а вы не знаете, что случилось со Слевой? Ходит какой-то подавленный. А, это его жена Сара, пыталась отбить у него охоту ходить по бабам. Да вы шо, и шо, шо, шо. Вместо охоты отбило способности. Ночь. Мужик. Подходит до постели. Выключил свет, жена уже спит. Говорит, тихонечко залез под одеяло. И так только засыпать. Вдруг, он просыпается, смотрит, над ним смерть стоит. Он, ой, шо тебе надо? Говорит, я пришла по твою душу. Он так жену пихает, говорит, Ривочка, душа моя, за тобой пришли. Сын прибегает к отцу, весь в слезах говорит, папа, папа, скажи только честно, а тебя когда-нибудь твоя мама била? Нет, сынок. Только твоя. Говорит, Ривочка, Ривочка, я смотрю, ты сервируешь стол. Ты знаешь, что до нас сегодня придут рабиновичи, так что не клади ей серебряные вилки. Да, Миля? Ты шо, думаешь, спиздят? Не-не, узнают. Три брата собрались покушать, нажарили картошечки, сало нарезали, цыбульки, сели за стол. Старший смотрит на все это, говорит, да. Средний говорит, да, не мешало бы. Младший, так я сейчас сбегаю. В отделе кадров, значит так, забудьте все, чему вас учили в институте. Вам здесь это не понадобится. Подождите, ну я не учился в институте. Да? Ну тогда вы нам не подходите. Нам нужны люди только с высшим образованием. В детском садике две маленькие девочки общаются между собой. Одна говорит, Олька, а у меня папа новый. Да. А как его зовут? Петя. Петя? Да, Петя. Не Иванов случайно? Говорит, Иванов, а ты откуда знаешь? А он в прошлом году у нас папой был. Хороший папа. Коль, может зайдем ко мне? Зачем? Ну, чайку попьем. Да. Только давай сначала в магазин зайдем, купим что-нибудь к чаю. А ты чего хочешь? Ну, я не знаю. Ну, пиво давай возьмем. О, класс! А к нему Моевы. Мужик сидит и разгадывает кроссворды. По горизонтали. Дорогая! Слышишь? А козлы долго живут? Любимый. Ты чего, себя плохо чувствуешь? О, Колян, привет. Чем занимаешься? Да так, то-се. Ну, у тебя ж хобби есть какое-то? О, у меня такое хобби. У меня давнишнее, прекрасное, замечательное хобби. Но родственники говорят, чтобы я от него закодировался. Ночь. Только лягли, только заснули и сквозь сон слышно. Ба-бах! День-день! Я слышу что-то на кухне. Кто-то на кухне. Явно. Думаю, блин, котлеты не закрыли, и это коты там лазят. Я подскакиваю с постели, бегу на кухню, а жена мне вслед. Ебанее эту суку как следует! Я захожу на кухню, включаю свет, а теща, я только одну взяла. Роза Марковна, это безобразие. Это просто уже никуда не годится. Что случилось? Что вы как кричите? Ваша собака под нашим окном выла всю ночь. Что вы так разорались? Не переживайте, успокойтесь. Она днем выспится. Подруга привела свою подругу и показывает, как они построили новый дом. Все вот это у нас гостиная, это кухня, это ванная, это туалет. И заводит в одну комнату, говорит, это моя спальня. Заводит в следующую комнату, говорит, это спальня мужа. Говорит, подожди, Светка, а как вы спите в разных комнатах? А как же ж? Говорит, да легко и просто, я тебя умоляю. Лежит он, вдруг меня захотел, он свистнул, я тут же раз прибегаю и все нормально. А если ты захочешь? Я ему кричу, Лех, ты смущенно не свистел? Домашний кот возле тапочек хозяев сидит и размышляет. И вроде бы приласком, и постоянно в молоке усы, но этот голос свыше носцы. Алло, вы вызывали женское такси? Да, я. А вам для поехать или для поржать? Если для поржать, то выходите. Она сейчас вот подъезжает, будет парковаться. Сема с Ривой пришли в гости, сели за стол, им наливают чай, и Семе подают полную до краев чашку чая. Рива к нему поворачивается, видишь, как тебя уважают, налили тебе полную чашку чая. Говорит, жлобы, это чтобы я сахар не смог всыпать. Кладбищу медленно подъезжает процессия похоронная, впереди черный грузовик, на прицепе лодка, в лодке гроб. И прохожий говорит, ну, видать, покойный был заядлым рыболовом. Почему был? Сейчас его жену похороним и на рыбалку. В церковь пришла женщина и говорит, батюшка, разведите меня, ради бога, разведите меня с моим мужем. Говорит, в чем дело? Пьет, курит, гуляет налево и направо, меня бьет. Да? А что ж ты до замужества? Что ж ты за него замуж-то вышла? Да дура была. А-а-а, так он тебя дуру взял? Блонинка в роддоме рыдает, плачет. К ней подсаживается медсестра и говорит, что случилось? Как? Двойню родила. Так это же прекрасно. Да? А как я мужу объясню, откуда второй, а? Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Ставьте лайки, определяйте, какой анекдот сегодня был лучше. Пишите это нам в комментариях. Мы работаем для вас и мы интересуемся вашим мнением. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова